Друзья, всем привет! Вы на канале Хорошая Оптика. Сегодняшний наш рассказ об одном наблюдательном приборе от японской компании Minolta. Это достаточно известная во всем мире компания с богатой историей и, естественно, она производила большой ассортимент оптики, в том числе и бинокли. И вот одна интересная модель сегодня это Minolta Pocket со следующими характеристиками 10-кратное увеличение имеет и 25 диаметр объективов. Соответственно, как видно внешне, это очень компактный прибор, в первую очередь, шарнирного типа, то есть соединитель мост имеет в виде пластины и две оптические оси. Вот таким вот образом они складываются и корпус становится совсем компактным, настолько компактным, что его можно положить в карман куртки или рубашки и носить с собой. Вес, опять же, очень небольшой, всего 280 грамм. Давайте рассмотрим маркировку прибора. Ну, название компании-изготовителя, модель Pocket 10 на 25, соответственно, 10-кратным масштабом увеличения. Также указано, что это широкоугольный прибор, естественно, указано углового поля зрения. Оно составляет 6,5 градуса, 6,5 градусов и указано также, что имеется мультипросветление линз. Оборачивающая система здесь использована в виде Roof Prism. Благодаря их применению, корпус получился очень компактным, очень легким. Это одно из достоинств этой оборачивающей системы. И, соответственно, вот такой складной карманный шарнирный наблюдательный прибор получился у компании. Достаточно он большую популярность имел на рынке, благодаря своим замечательным оптическим характеристикам, в первую очередь. И также немаловажно, что благодаря и компактным размерам. Как на всех японских наблюдательных приборах, здесь также указан серийный номер и слона изготовления Япония. Модель производилась в 80-е и начала 90-х годов, когда все производственные линии компании Minolta находились еще на территории Японии. Естественно, собран он и изготовлен японскими специалистами. В наше время большинство японских компаний размещают свои производства уже на территории Китая. Соответственно, собирается все в Китае под четким наблюдением, естественно, японских специалистов, опять же. Но вот те приборы еще из 80-х, 90-х годов, они имеют свое японское происхождение и благодаря чему, опять же, сохраняют высокие качественные потребительские свойства. Естественно, имеется центральная фокусировка. Фокусировка закрытого типа, встроенная. Опять же, имеется диоптрийная коррекция права окуляра, как на всех карлассических биноклях. Плюс-минус 5 диоптрий. Ход кольца достаточно большой, можно подстроить под любую остроту зрения. Съемные резиновые наглазнички. Опять же, обрезиненный корпус, полностью обрезиненный. Полной пыли-влагозащиты от внешних воздействий он не дает. Об этом нет упоминания на корпусе прибора. Но, тем не менее, при наблюдении в сложных климатических условиях, скажем так, во время дождя, мокрого снега, сильного ветра, от каких-то легких падений, вибраций, эта рубашка резиновая защитит бинокль и, соответственно, продлит ему срок службы. Соответственно, прибор не герметичный. Если вы его уроните в воду, то вода внутрь попадет. В общем, отличная эргономика прибора и замечательные оптические характеристики. Естественно, материал призм-оборачивающейся системы здесь использован стекломарки ПАК-4. Имеется многослойное сине-зеленое, так называемое, изумрудное просветление на линзах объективов. И также аналогичное просветление и на линзах окуляров. То есть, все, что нужно по современным меркам у этого прибора есть, за исключением полной пыли-влагозащиты. Качество изображения для такого наблюдательного прибора очень хорошее. Геометрия, естественно, очень резкая, контрастная, с высокой детализацией, проработкой мелких деталей. Правильная геометрия, дисторсия слабо выраженная, подушка образная, хроматические аберрации слабо заметны. Цветопередача чуть теплит, немного смещена в теплые тона, но в целом очень приятная для восприятия глаза. Геометрия по всему полю, видимо, правильная. Чуть заваливается по краям изображения, естественно, из-за дисторсии. Но в целом центр очень резкий. Разрешение 4,5 угловых секунды здесь по центру. Диаметр, соответственно, выходного зрачка 2,5 мм составляет. Угловое поле зрения 6,5 градусов, линейное поле зрения 114 метров на 1000. И, соответственно, вес прибора 280 грамм. Очень компактный и легкий наблюдательный прибор. Получился у Minolte вот это, модель Pocket 10х25. Из недостатков я бы отметил, единственное, что все-таки из-за высокой кратности увеличения 10 и малого диаметра объектива в 25, прибор темноват. То есть было бы увеличение не 10, а 8 и, соответственно, диаметр выходного в районе 3 мм. Картинка была бы поярче. А так только в дневное время, либо в сумерке. В слабом освещении или в темное время суток вести наблюдение будет затруднительно, поскольку картинка, поскольку изображение заметно темнеет. Из-за невысокой светосилы прибора. А днем или в вечернее время, пожалуйста, все отлично видно, картинка яркая, резкая и четкая. Так что для дневных наблюдений я бы рекомендовал. Ну и для условий с пониженной освещенностью. В кромешной теме, конечно, пользоваться им будет достаточно сложно. Чтобы что-либо разглядеть будет практически невозможно. И, естественно, смотреть будет некомфортно. Но, опять же, в целом прибор производит очень приятные впечатления. В первую очередь, благодаря своим компактным размерам, малому весу и отличной резкой картинке. Вот такой вот замечательный прибор от японской компании Minolta. Модели Pocket 10х25 с угловым полем зрения 6,5 градусов. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал Хорошая Оптика. Впереди вас ждет много интересных роликов. Всем пока, друзья.